всем привет мои дорогие вы на канале павлюченко алина и да мне пришлось накладывать звук я прошу прощения но дальше все будет ок честное слово сегодня у меня в гостях мой молодой человек владик и мы снимаем второе видео в таком формате где влад делает обзор на мои танцевальные видео и высказывает свое не экспертное мнение ну что приготовились и поехали так ну ладно ну что давай смотрим первое видео ты сначала смотришь комментируешь говоришь как тебе а потом тогда я уже объясняю рассказываю что это где это никогда и когда а ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Браво! Просто красотка! Невероятнейшая! Я считаю, я... А как считаешь ты? Ну, смотри. Музыка. Ну, музыка прикольная. Музыка нормальная. Музыка мне понравилась. Я скажу сразу, что мне не понравилось. Во-первых, локация, ну, мне бросается в глаза вот эта вот стрейч, какая-то херня на окнах. Эти лампы стоят, от них вот эти вот шнуры. На полу тут какая-то грязь. В общем, ну, я не знаю. Я понимаю, что большинство, наверное, на это и вообще не обратит внимания, но мне это просто бросается в глаза. Особенно эти вот шнуры и вот эта вот надпись стрейч. Напоминаю, что Влад Дева. Не очень мне это нравится. Второй момент, который мне не понравился. Мне понравилась музыка, но у меня есть ощущение, что как будто бы эта локация не подходит вообще под эту музыку. То есть под вот эту вот песню просится какая-то природа, что-то на открытом воздухе, какая-то такая история. Она какая-то такая расслабленная. Как будто бы это не должно быть в стенах каких-то кирпичных происходить. Как будто бы там бали-не бали, но вот какое-то там просто зелень, какие-то такие вещи. Как тебе мой внешний вид? Ну, внешний вид нормальный и хороший. Особо, ну, не знаю, тут у меня никаких претензий нет. В принципе, он соответствует. Вот по танцу хорошо. Единственный момент, что некоторые движения как будто бы, опять же, из-за того, что вот эта вот мелодия, она какая-то очень медленная, спокойная такая, тянущаяся. Как будто некоторые движения, они тут были не к месту и как будто не нужны были. Ну, например, из последнего, то, что я запомнил, когда ты начала что-то на голову вставать и пару раз там ногами, как будто бы ты не доделала это, как будто ты... Ах, какой хрен проведёшь просто этого Влада? Что-то не получилось, я такая, ну ладно. Так и было. Я сейчас прокомментирую эту историю. Это первый момент. И второй момент, ну, не знаю, что касается акробатики, вот это, когда ты что-то там... Не в тему было? Да, оно тут не нужно. Смотрелось агрессивно, а не по музыке, да? Не просто, знаешь, не агрессивно, а как будто это сюда влепили, а нахрена тут это надо было? Просто какие-то волны нужны. Вот жук, ты посмотри на него, а! Моя история. Ты закончила? Да. Моя история. Это мастер-класс. Я ездила, по-моему, год назад, полтора даже, наверное, в Нижний Новгород. И первый раз я давала от себя материал непривычный даже для меня. Во-первых, потому что мой стиль, тверка, начал меняться. А вот куда меняться, я еще сама не совсем понимала. Я почувствовала, что у меня вот эта тряска просто жопой, она уже начинает отходить. Вот этот Моргенштерн, вот эти привычные треки и так далее. Я начала больше, я уже слушала техно, дипчик какой-то, но не могла никак рискнуть поставить под такую музыку какой-то танец, какую-то харягу или просто импровизировать. Потому что это было как будто, знаешь, за пределами какой-то нормы. И мне было страшно рисковать, короче, что-то вообще ставить под такую музыку. Тем более тверк, потому что тверк, комьюнити, там кардиби, вот эта вот вся история, которую ты уже тоже видел. Вот, и соответственно, я решила рискнуть, еще и решила вот это новое что-то созревшее у меня в голове повезти в другой город и дать мастер-класс. Формат мастер-классов, когда ты даешь, ты преподаватель. У меня раньше как было, да, мышление такое, что я туда приехала, я там, грубо говоря, очень грубо говоря, звезда, меня там ждут. Вот я вдохновитель чей-то, у меня будут сейчас люди учиться, и, как правило, ты должен вот прям на максимум выложиться, там, показать вот все, что ты умеешь. Соответственно, я привезла новый материал, который создала под такую музыку, вот эту всю свою пластичность показала. И чтобы как раз-таки сказать, что все-таки Алиночка в здании, что все-таки мы можем, да, и акробатить тоже. И я влепила, и влепила, главное еще, вот эту перекидку ты эту видел, да, и влепила еще стойку на голове, которую я нифига не отработала, я не умела делать элемент. Но я так делала часто и в инсту, запрещенную социальную сеть, я выставляла те хоряги или какие-то свои импровизационные куски с неудачными элементами, которые я там не отработала, которые у меня еще не получаются. Почему я так делаю? Потому что мне надо же как-то отрабатывать, понятное дело, что в зале, но когда ты там снимаешься на камеру, съемка видео у тебя происходит, это немножечко другой, знаете, такой формат, где ты все равно переживаешь, ты какую-то ответственность больше чувствуешь. И надо пробовать больше это делать, и вот, соответственно, я здесь решила попробовать, думаю, ладно, надо просто пробовать, надо впихивать, и когда, если не сейчас. И вот я впихнула, и так прикольно, что человек, который тоже опять-таки не разбирается вот в этой всей истории, и он это увидел, но там невооруженным взглядом, конечно, видно, где я такая... Хотела, конечно, сгладить, но все равно, конечно, это все видно. В целом, по локации я согласна, абсолютно это как-то не подходит, цвет хорошо, тепленький такой вот этот желтый-оранжевый, он сюда в тему, но сама локация, конечно, но если учесть тот факт, что это формат мастер-класса в другом городе, да, ты не представляешь, какие залы там могут быть и так далее, поэтому как бы... Ну, мы это рассматриваем с точки зрения творческого какого-то, ну, в смысле видеоролика, не то, что это там мастер-класс где-то, это уже все другое, я просто... Ладно, ну, в общем-то... Локация 4, танец... Давай, я буду записывать. Танец 6, локация 4, танец 6, музыка 8. Внешний вид давай еще. Внешний вид 8. Ок. Поехали, следующий. Звучит музыка. Звучит музыка. Звучит музыка. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Тяжелая выставка. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ох, этот кадр, да, кринжовенький, почувствовал? Я почувствовала этот немножко. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну, это, конечно, да, тут уже... Ладно, давай, слушаю твое мнение. Как тебе... Во-первых, музыка. И музыка из дебильных русских сериалов про любовь, про измены. Вот это вот, там любят такое отставлять. Это прямо вот сто процентов из какого-то вот этого сериала. Плейлист назывался «Музыка для секса», чтобы ты понимал. Ну, короче, да. Такое, ну, сама песня, наверное, нормальная, ничего не буду говорить, но вот она такая прям суперстереотипная какая-то, у меня не очень такое. Поэтому по музыке, ну, шестерочка пусть будет. Локация, конечно, в этот раз намного лучше. Ну, в принципе, на меня претензий нет. Но единственное, было бы прикольно, если бы там не было на заднем плане вот этого... Двери. Пыли? Двери. А, двери, да. Дверь видно было. И в самом конце видоса не обязательно было люстру захватывать. Но это уже вопросы, наверное, больше к съемке, а не к локации. Да, ну и можно было бы там же и жопу сильно в кадр не брать. Ну, это да. Но это вопросы к съемке тут не будем оценивать. Ну, локация пусть будет восьмерка. Она, в принципе, простенькая, но что, тут не он, вся эта херня, это нормально. Как вам танец, молодой человек? Танец, ну, опять же, лучше, конечно, намного. Тут все, наверное, сочеталось с музыкой. Ну, ничего у меня не вызвало каких-то отторжений и кринжа. Ну, кроме вот этого момента с жопой. Но... Но жопа-то красивая. Но в плане там движений, как это все там сочеталось с мелодией, все такое, наверное, ну, пусть будет девять. Ну, дико извиняемся, конечно. Ну, и внешний вид, пусть будет тоже девять. Короче, здесь видно, да, немножечко все такое. Ну, это действительно подготовка была конкретнейшая, серьезнейшая. Я локацию подбирала, образ подбирала, еще это курс был по каблучным танцам. Очень редко я хилсы использовала, в общем-то, на своих занятиях. Но редко, но метко могла с девчонками потанцевать, потому что изучала тоже базу и, в общем-то, передавала ее девочкам. Здесь тоже особо никаких сложных движений нет, но все это, конечно, сочетается согласно. Очень красиво, эстетично, но тоже вот какая-то коммерческая, да, наверное, история базовая. Ну, тут, не знаю, особо нет смысла заострять внимание. В целом все сделано хорошо, единственное, ну, локацию чуть-чуть можно было, самую малость получше. Ну, вот эта вот дверь там, всякие там люстры. Ну, и, естественно, по съемке можно было чуть-чуть еще дотянуть, а так в целом очень хорошо. Он и не затянутый какой-то, ну, как знаешь, есть у тебя там ролики там по 2-3 минуты, и ты там что-то уже, видно, что ты уже и подзаебалась, уже ты там с одышкой там что-то начинаешь делать, и уже начинаешь импровизировать, придумывать, и тебя уже как бы, ты все показала уже. А я здесь тоже импровизировала. Ну, видишь, это как-то незаметно, во-первых, во-вторых, он сам по себе вот минуту там 10 идет. И достаточно, да? Да. Понятненько. Ладно, понял, принял, спасибо, дорогой. В целом, наверное, это вот, я уже, честно говоря, не особо помню, чем мы в прошлый раз смотрели, был там какой-то прикольный, но это, наверное, один из лучших пока, которые были. Следующий ролик у нас будет с моей импровизацией. Очень он залетел. Это полностью импровизация или ты готовилась к этой импровизации? Полностью, вообще не готовилась, подготовила только образ, пару раз послушала трек, и больше все. Вот он меня зацепил, этот трек, и я давала классы в Питере, совсем недавно это было, и решила, это был мой первый судейский, я не могу, я так рада вообще, просто это первый мой опыт, и этот судейский я решила тоже с импровизацией выйти, так как давала классы по импровизации, все логично до безумия, вот, и особо я не подготавливалась, опять-таки, просто прослушала трек. Вот, и он пипец как залетел в инсте, то есть прям очень многие оценили эту импровизацию, ну и мне, конечно, тоже очень нравится, мне очень нравится мой вайт, мое состояние, девочки, все, могу болтать бесконечно, давай смотреть. Аплодисментов для Алины Павловиченко! Ну вот, я же здесь все видел, вот эти авторы, да? Эй, эй, эй. Да. Я помню, когда ты, что-то мне отрывок показывал, там, говорят, девчонка просто любит в телефоне, весь твой выход. Вот это, по-моему, да. А, нет, ты снимай, какая-то другая. Это не для тебя. Сейчас она подкнется. Вот это, по-моему, да. Вот это, по-моему, да. Вот это, по-моему, да. Короночка моя, конечно же, как же без этого. Заметила я больше много этой? Долго, можно было побыстрее, да? Ну вот, где этот момент? Согласна, согласна. Вроде бы там, как бы, и нет такого явного впечатления, что оно идёт уже натужно, там, вроде как бы и более-менее органично, но вот всё равно уже, ну, моё внимание уже теряется. Уже как будто бы я всё увидел, всё посмотрел, и дальше это вот эти вот отбивки просто, чтобы закончилась песня. Да, 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 так и было всё. В целом, локацию не знаю, здесь нет смысла оценивать, потому что это формат баттлов. Локацию не будем оценивать. Давай по музыке. Музыка. Ну, пусть будет музыка 7. Танец. Без учёта того, что я затянула, давай. Ну, а как это без учёта того? Ну, я не знаю. Ну, 8 пусть будет. Напросилась. И внешний вид? Внешний вид пусть будет тоже 9, как в прошлый раз. Затянула, да, но я даже сначала такой думаю, блин, вот этот момент как раз, когда 2 минуты и там уже идут какие-то добивки, я смотрел, секунд 15-20, и такое сначала думаю затянуло, потом думаю, ладно, не буду говорить, что затянуло, вроде бы нормально, и потом всё-таки вот последний уже секунд 20, я думаю, ну нет, всё-таки уже что-то нам поднадоело. Ну, я согласна, согласна, да. Уже всё, уже вайп донесён, уже... Ну да. Что, какой вайп был? Просто надо, мне кажется, всегда на пике заканчивать. Вот у тебя в прошлый раз тоже, помнишь, мы смотрели, там была ошибка, что ты вот, у тебя был этот пик, я не помню, под скрилекс это было или что? Да, да, да. И ты потом уже и заёбанная, и уже видно, что ты это, и что-то там пытаешься, пытаешься, уже нихуя не получается. Ну вот в моменте очень непросто почувствовать вот эту грань, короче, когда пора заканчивать, тем более, когда ты не готовишься, просто импровизируешь, и там уже такая энергия немножечко другая, поэтому да, бывает, бывает. Но я возьму на заметочку, потому что замечаю за собой эту тему, но уже там вот эти моменты, где крики и так далее, я пересматриваю их в начале, там в середине много, а в конце уже кто-то в телефон залез, уже просто такие, «Ли, Алин, давай уже...» Ну, видно уже по их эмоциям, что типа ждём, когда это закончится, чтобы там поаплодировать, что такое. Конечно, блин, не очень приятно, знаете ли, хотелось бы, чтобы прям вообще... Ну, вообще, дело артиста такое, чтобы удерживать внимание, но... Ладно. Слушай, ну а что, как ты тут удерживаешься? Ну, показала ты, да, движение, показала танец, ну, что ты там, блядь, должна на голове прыгать, чтобы все... Просто, я же говорю, наверное... Никому ничего не должно. Наверное, вот оптимальная, идеальная продолжительность это что-то между полутора и двумя минутами, вот где-то в этом пределе. Ну, и вот, да, во время остановиться в пиковой точке, а потом уже оно идёт на спад, и как будто бы в конце немножко впечатление смазывается. А что ты скажешь по поводу того, что это же формат батлов, ты же был на батлах, но вот здесь, конечно, не видно, непонятно, кто как выходил, с какой энергией и так далее, но примерно с такой же, как и всегда. Я, блин, не хочу обесценивать, я могу быть слишком резкой. Я имею в виду, что как тебе мой вайб? Вот такой, ты же чувствуешь, что он немножечко отличается от привычных выходов тверкарских музыкой? Да я бы сказал, что он отличается тем, что ты тут не переживаешь. Когда я был с тобой на батлах, ты там была как участница, и ты там усиралась, бегала на нервах вся, и у тебя нервные все эти выходы были. А тут ты судья, и ты такая знаешь, что тебя никто там судить особо не будет, тебе надо просто показать. Ага, то есть ты думаешь так, а ты не думаешь, что у меня ответственности больше в этот момент, что я судья, мне надо показать? У тебя перевешивает твоя история, что ты звезда, ты судья, и ты тут такая, нет. Выходи. Тут сразу видно, что ты не особо напрягаешься, даже по твоему лицу. Ладно, все, сейчас все секреты расскажешь. Ну а это не последний? Нет, еще один. Ну давай быстрее. Давай. Субтитры сделал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Чуть-четко, я прям чувствую эти две минуты, я прям просто навел курсор, там две минуты. Ой, я так нервничаю, блин, сейчас все вспотело уже, невозможно. Ну скажи, говори, давай. Ну что сказать, по локации нормально, не знаю, хорошо, особо претензий у меня нет. Ну понятно, что она, если б Māoriços. Ну, понятно, что она, наверное, наверное, ну, конечно, ну, наверное, ну, всё, наверное, да? Ну, пусть будет восьмёрка в целом. Ну да, если бы ничего, мне всё бы не бросилось какие-то проблемки в глаза. Единственное, что отражение света вот... Ой, ну давай уже не докапывайся. Ну да, ладно, это уже до копки. Музыка, ну трек какой-то странный, он вроде прикольный, но... Непредсказуемый. Вот он непредсказуемый, да, и... Не знаю, как сказать, мне показалось, что где-то твои выпады ногами, там где-то в начале, когда там типа басистая какая-то история начинается, как будто немножко не туда. Ну трек какой-то странноватый, он что-то спокойный-спокойный, что-то какое-то арабское какое-то... Это афро. Это афро, вот эти дела, а потом бах-бах-бах, а потом опять спокойно. Вот у них вся такая музыка, это их фишка. Ну, это просто немножко не моё, поэтому музыка... Сколько там в первый раз было у меня? Восьмёрку, да? Ну, пусть, блин, шесть, семь. Ну, пусть будет шесть всё-таки. Странновато. По танцу... Ну, тут чисто какой-то такой расслабленный вайп, у тебя, да, что-то там вомотать башкой. Это полная импровизация под трек, который я услышала один раз. Я не слышала, не знала, не заучила ни биты, я не знала, где голос, я не знала, где биты, где переход. Вот, она для меня такая вот прям, как будто я джаз включила. Знаете, джаз, он же очень сложный. И вот я включила афро, при этом я не знаю этот вообще стиль, я не умею в нём, я не разбираюсь, степы никакие не знаю, но меня он просто так зажёг, что я такая, ай, просто станцую, как чувствует тело. И чувствовала тело вот как-то вот так. Ну, чувствовала тело на семёрку, пусть будет. Ой, жесть, не могу мне так вообще кринжово и смотреть, если честно, потому что в моменте я прям вот так кайфовала, и сейчас я смотрю и понимаю, что там вообще... Ну, да чё, да так особо я не увидел ничего кринжа никакого, в первом видосе там было больше кринж. Ну, в музыку вообще не попадаю, вот какое-то такое... Ну, это просто как будто бы у тебя, как сказать... У меня там протест был против битов, и я просто хотела выйти, блин, кайфануть, и всё, ладно. Ладно, в общем, чё, и внешний вид, ну, 8 пусть будет. Тут как будто просто не свойственна тебе немножко вот эта вот музыка, и движения у тебя какие-то абсолютно другие, чем обычно, поэтому в целом прикольно. Но опять же вот эта вот история, что мы даже не досмотрели, я сижу, смотрю, у меня норм-норм-норм, и я чётко вот две минуты, я такой думаю, сколько ещё осталось? Много затягивать точно не стоит. Это две минуты, это прям оптимально максимум. Такие дела. Субтитры создал DimaTorzok